О том, что военно-исторический клуб «Фронтлайн», куда, кстати, входят и русские и эстонцы, занимается не только реконструкцией военных событий, но и активной поисковой работой, вероятно, были наслышаны рабочие, строившие дорогу на улице Фильтре в Таллине, рядом с военным кладбищем. Поздний вечерний телефонный звонок Андрею Лазурину сообщил несколько недель назад о находке, требовавшей срочного вмешательства поисковиков. Бережно проведенные ими раскопки обнаружили останки 70 бойцов. Имена пяти удалось установить по медальонам. Министерство обороны Эстонии со своей стороны предоставило для перезахоронения гробы. В памятной церемонии участвовали жители Марду, ветераны, представители посольства России и Белоруссии. Речь идет о останках воинов Советской армии. Позже были на место вызваны следователи по хейской префектуре полиции, которые провели частичную сгумацию останков. Еще через какое-то время на место работ был вызван археолог Министерства обороны Андр Сунть, который непосредственно вел поисковые работы на месте нахождения останков. В общей сложности было найдено порядка 70 человек. Все они оказались бойцы Красной армии и Краснодаром Балтийского флота. Военное кладбище, где установлен и памятник бронзовый солдат, для новых захоронений закрыто. Так что инициатива города Марду по созданию мемориала павшим воинам оказалась очень кстати. Вместе с нынешним перезахоронением здесь нашли свой последний приют уже 370 воинов. Все они были чьими-то сыновьями, отцами, мужьями. Найти близких родственников, опознанных по прошествии стольких лет, надежда невелика. Но на интернет-форум «Победа», оказывается, заходят и люди молодые, чьи близкие воевали и погибли в страшной войне. Ольга и Даша из Москвы потеряли брата своей бабушки. А из поездки на малую родину в Подмосковье их родители привезли весть. Кажется, нашли останки красноармейца Корнева. В 1941 году ему исполнилось всего 22 года. На интернет-форуме «Победа» девушки нашли подтверждение этой информации. Приехали проститься с близкими родственники трех из пяти опознанных бойцов. Хочется сказать огромное спасибо, в первую очередь, поисковым отрядам. Благодаря им, благодаря этим людям, история моей семьи, история моей страны, история Эстонии, вот они вот так вот объединились и сохраняются сейчас. Невероятные люди. Никогда об этом не знала, никогда об этом не думала. Когда вот увидела это все своими глазами, ну, что-то в моей жизни изменилось, когда я узнаю, что есть такие люди. А еще девушки очень хотели бы, чтобы в России узнали о том, что в Эстонии есть неравнодушные люди, для которых делом чести является поиск и достойное предание земле останков тех, кто воевал и сражался во Второй мировой войне. Наталья Малюс, Олег Беседин, Первый Балтийский канал. Всех за веру и Отечество на броню.